«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Номер 1117. События дня. Эпигры взят в Псалом 24, 19 стих. «Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня!» И далее, читайте по смыслу. Это за 6 января 2019 года. И дальше объявление наше. Подробота Анастасии, она умерла в 42 года. Вот, ролики поставлены, люди спрашивают, как помочь. Ну, вот открыли фонд такой. Считайте, тормозите, и дальше можно просчитать уже. Сергей, аминь. Спасибо, Христос! Последний 40-минутный видеоролик «События дня» мне понравился еще тем, что в твою проповедь и комментарии органично вписалась духовная песня. Это как-то внесло свежую струю в привычное дело. Произошла своего рода модернизация передачи, которая стала еще лучше. Я сейчас послеслуживаю в Свято-Тихоновском храме УПЦ МП. Посещаю церковь Успения Богородицы Киевского Патриархата. Ну, и вот здесь вот прочитайте дальше. Марина пишет. «Слава Христу! Долгих лет вам жизни! Я такое смирение увидел с вашей стороны при строительстве горки. Я очень сильно прошу, помолитесь за Марину. Сильный гриб. Нижайший вам поклон, ибо каждая ваша молитва до Бога доходит. Бог его знает. Ну, я благодарю Бога. Молимся! Наталья, слава Иисусу Христу за вашу поддержку и молитву. Если бы вас не было, я бы захлюбывалась во грехах, умирала бы душа моя. И некому было бы меня научить спасению души. И как ни сойти ни влево, ни вправо, а только прямо идти по Слову Божьему?» Ну, далее Галина Влеска пишет. Тут есть зашифрованная. Это показывает DS. Это означает Justice Walter. А где стоит S, это Стив Митчелл. Кирилл. Хороший стих. Как ваше самочувствие? Хотели вам позвонить, но, наверное, вы сильно заняты. Скольким людям нужно ответить на важные вопросы о спасении души? Благословения вам Божьих. Я не люблю писать. Больше вживую с человеком общаться. Хотела поблагодарить, что молитесь за Настеньку. То есть операции, девчонка там, не знаю, года полтора на сердце. Во феврале будет. Молитву праведника слышит Бог. Я отвечаю в понедельник, 7 января 2019 года, с 8.00 утром. У нас будет богослужение. Потом трапеза. Затем детский концерт. Милости просим. Ответ дайте сразу же. Тогда завтра договориться, попытаясь с кем-либо из братьев, чтобы утром вас сюда привезли. А потом отвезли домой. Там шестеро детей. Только что вы были тут все без исключения. Можете и позвонить, не дожидаясь моего голоса. Сразу вы же говорите, кто вы. Адрес свой. Тут же дайте остановку трамвайную и телефон. Ответа не поступило обратно. Не знаю, какая причина. Галина Влески. Вот так написали они. Вот это вот. Вот по-русски поиск. Дорогой братский. Игнатий Лапкин. Православный миссионер. Имеет аккаунт на YouTube. Игнатий 10. Его аватар можно увидеть. Человек с седой бородой держит в руке три красные книги. Евангелие. Он живет общение с вами. И готовит программы на своем компьютере с английскими переводами для общения с вами. Вы можете посмотреть его видео на трубе. Я православный христианин, его ученик, посещающий православные деревни Потеряевка в Барнауле. Расстояние до Барнаула составляет 150 километров. Там у каждого верующего и много земли. Можно купить дешевый дом. Есть школа, учителя высшей категории, все верующие христиане, жители этого села. Никто не пьет, не курит, не ворует, не обманывает, не ругается. У вас будет серьезная поддержка. Божье благословение вашей дружной семье. Ждем вас с визитом в город Барнаул. Брат Игнатий будет в Барнауле до 10 июня 2019 года. Уедет в деревню после. Я писал по просьбе Игнатия. Ему 80 лет. Вот такая, кто написал тут. Сестра, наверное, Галина. Андрей, мир вам, отец Игнатий. Да дарует Господь вам крепости духовные и телесные. И ваши братья. Поклон Володе да Сергею Тарагачевски, наверное. Натихно. Если сможете, то коротко в двух словах о Масленникове. Были знакомы с его трудами. Сейчас патриархи на него сильно наезжают, включая Дворкина, Осипова. «Если вдруг в событиях дня подымет этот его, мое имя не прячьте. Пусть недруги бросаются. Как в вашем стихотворении. Не достигаем я. Спаси Христос». Ну, ему посвятили даже выступление против него. Там рождественские чтения, да международные собираются. А другая тема против меня. Ну, что из этого? Масленников делает свое дело. Он же не зовет гулять, пить, блудить. Нападает на него. Я мало его знаю, Сергей Михайлович. Посмотрел. Ну, я ролик же составил. Мне непонятно, что так на него ополчились. Но на меня тут понятно. Тут так уже моя участь такая. А его за что? Я так и ничего не понял. Что-то, говорят, зависть какая-то. Что-то за деньги что-то связано. Ну, если бы я с мастерниками встретился, бы лично поговорил, то да, какая-то школа, вот это покаяние, для меня это непонятно. Это не рычаги покаяния и прочее. Дух Святой должен делать и делает это. А вот они там по рычагам, говорит он так же, там исповедуется, проще, а это для меня... Мы этого не так не делаем. Я каждый день каюсь, молюсь. Семикратно в день. Семь раз каюсь и молюсь. Прости, Господи, мои грехи в ведении и не в ведении соделали. В уме помышления, в воде в ночи, в оседней жизни нашей. Вот нападали на свидетелей Югова, отняли у них все. А сейчас за них Путин. А я сразу говорил, этого делать нельзя. Государство не теократическое. Они работают хорошо. Не варганят, как говорят, не пьют. Что их трогать-то? Ну, еретики, еретики. Ну, не можем мы сорняки выдрать раньше времени, чтобы не повредить их хорошие. А потом до нас заберутся. Я пишу. Мир вам, дорогая сестра Лидия. Тут вот такая переписка у меня с сестрой Галиной Влески. Она живет на Макузнецке. Увидела, что на Стива мища на ресурсах появились тролли. Сам я не видел этого. И она уже начала там что-то прояснять. Давать отпор и во свете истины показывать. Показываю Влески. Я дам адрес этой сестры. Может быть, она потребуется где-то вам. И думаю, что необходимо послать Стиву Митчеллу предупреждение через вас, что эти тролли бесовские повредить не смогут никому, если не будете им отвечать. Никогда и ни слова. И не будете им верить. Переписка наша. Вот с Галиной мы. Как тут переписываемся? Почитайте. Дальше. Это мы с Галиной. Я ей все скинул. Андрей, пишет Гринкевич. Но очень давно хотелось услышать ваш взгляд на происходящее. Ждем ваших роликов с города. Вот. Я отвечаю, что не раз отвечал о событиях. Вот там это Томас там и дали, подписали. Никакой роли на спасение не влияет. Чего они так там? Поток. Денежные не туда пошел валютные. Вот и все. Об этом-то корречь-то идет. Меня не интересует это. Ролики я сделал. Вот. Кому молиться теперь? Греция, Украина, Россия, Третий Рим, Вавилон. Борис, пишет Семенович. С чувством сердечной любви к вам молитвенно. Желаю праздновать сие святые дни, Господне, во здравии телесном и мире духовном. Вот на нашем я показал, где Рождество Христово на форуме. Я пишу. Да сохранит вас Господь и благословит рожденный в Вифлеемских яслях Спаситель наш. Ну, тут вот попало стихотворение. Иисус Христос. Такое имя. Две тысячи лет под небом. Уста человеческое в мире называют водой и живой и хлебом. Немало вождей революции. Первейших ораторов ставят примером. Но только рождение Иисуса стало началом новой эры. Сколько правителей упивались кровью народов. Ставили тысячи жизней за жребий, за рубикон. Но эти вожди засвидетельствовали от родов, не говорил никто, как он. Слава спасителю грешного людо, единому строящему не на чужой крови. Слава страдальцу вовеки прибудет распростершим над миром руки свои. Блекнет пред ним философов тьма. Мыслители материи склоняли головы. Без смерти завета враг признал, сравниваясь с мечом и молотом. Своей причистой кровью смиренным дает благодать. Утружденные славу возносят обещавшему их принять. Признал ли ты сыном Бога его, вождем искателей правды? Из тысячи тысяч иных голосов этот голос теперь я узнал бы. 1962 год. Игнатий Лапкин, Венсполст, Латвия. То есть это я написал, наверное, в первые дни, как обратился, покаялся. Галатам 4.4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону. Вот младенец Вифлеем, это вот ликой Вифлеем, возлюбленная. Мы теперь дети Божьи. Рождество подытожило наше богатство. Что-то не окончено, не знаю. Дмитрий тут пишет. Дорогой Игнатий Тихонович и Пащенко Владимир! Поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова! Тавина Лемеш. Днем, когда Сам Всесильный и Всемогущий Бог воплотился в человека, чтобы взять на Себя все людские немощи и привести человечество в Царство Небесное, претерпев за всех грешников и беззаконников. Дальше и так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Благодарю вас и кланяюсь вам в ноги за ваш труд, вашу любовь к нам грешным людям, за ваш самоотверженный пример, кто такие настоящие православные христиане. Да благословит вас Господь, дорогой и любимый Игнатий Тихонович и Владимир. Вот так. Дорогой Маузыдун. Роман пишет, главный вопрос Андрею Ткачеву. Почему он ничего не предпринимает по поводу того, что у него в храме ничего не сдвинулось с места, несмотря на его красивые слова на публику о том, как надо жить? Ну как? Вот так. Там у него, как говорит, бровного движения и торговля. Я пишу с Рождеством Христовым, дорогой брат Стивы, вся ваша семья и близкие ваши. Да благословит вас Бог всеми своими щедротами. Ожидаем встречи с вами. И 1 Тимофею выдержку взял. 3 глава 16 стих. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся во славе. Молитвенно обнимаем Игнатий. Вот так. Вот это по-английски тут взято. Вот. Алексей какой-то берзаный. «Яко твое из царства имеют право только возглашать священник», отвечает Владимир Пащенко. «Мир вам! Я прочитал молитву согласно Слову Божию, как написано в Евангелии, которую дал в образец Господь наш Иисус Христос. И дальше приводит Отче наш всю самими. А священники, произнося, «Яко твое из царства и силы и славы Отца и Сына и Святаго Духа», «Этим самым добавляя к молитве, а Слово Божие нас предупреждает». Притча 30 глав 6 стих. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обречил тебя и ты не оказался лжецом». Все. Поп замолк. Сергей говорит, «Диалог с автором покаянного канона, архиепископом Андреем Критским». 2 марта 2017 года. Так ролик называется. Мне пишет. «Вы очень актуальную тему затронули. Вы всегда на шаг впереди всех. Многие спят, а зря. Здравствуйте. Дай вам Бог здоровья и будьте терпимы». Терпимы. Ну, терпеть надо терпимы. То есть, людей терпеть с недостатками или что тут? Андрей. С Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Низкий поклон за ваши молитвы и поддержку, любовь и заботу. Благодарение Всевышнему за тот день, когда я услышал о его жертве и спасении из ваших уст. Да сохранит и укрепит вас Господь. Вот сколько людей пришло новое. Все через этот. Андрей Александров. Мир вам, Агнат Тихонович. Поздравляю вас с светлым праздником Рождества Христова и Новолетием. Желаю вам в Новом году Божьей помощи в делах, крепости душевных и телесных сил. Много и благая вам лета. Слава Иисусу Христу. Ну, тут другие были. Посмотрите, как я съел дом, обход молочного цеха. Волкер Жастес. Вот так. Ну, что сказать. Прошедший день. Был воскресенье. Богослужение было. Без батюшки здесь. Собрание. Как всегда, трапеза, занятия. Ну, а тут уже я возвращаюсь домой. Воробьев Желанов. Голубей кошек накормил. Голубей выгулил. Вот они у меня голуби. Кошек загнал, а голуби здесь. Вот они сейчас отдыхают. Вот. А в боках неудобно вычить. Они у меня привыкают уже все. Она должна нести скоро яйца. Ну и что посмотреть. Так. Тут что-то закрыто. Так. Посмотреть. Сейчас посмотрю, какое оно уменьшило или не уменьшило. 1,02. Надо же. А когда без ужатия сколько? Один гигабайт. А здесь без ужатия 1,36. Ну, этот поменьше. Это так. Это с Новым годом сделал ролик Виталий Калиников. Ну и вот. Все. Наши ресурсы можно посмотреть. Это ужатые есть или нет. Нет ничего. Много. Много работы тут было. Вот. Вот. Наш. Мой мир. Я очень люблю его здесь искать. Можно нас. Ленточный. Православный форум. И вот. Сегодня вот выставил. Сейчас собрание. Уже 250 человек посмотрели. Ночью выставил. Так. Василий играет со щенками. Тут 300. Ну, а сосной этот помаленьку. Все это помаленьку. Кошки египетское чудо. Вот. И православный виблейский сайт. Вот события за день. Сколько всего и написано. На этом все.